Здравствуйте, уважаемые посетители Биологического музея! Мы вас приветствуем в стенах нашего основного здания на Малой Грузинской и приветствуем вас в нашей традиционной рубрике «Поговори с биологом». Сегодня мы разговариваем со старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела Сергеем Феликсовичем Хребаром. И тема нашей сегодня – бабочки. Не просто так, потому что в это воскресенье 4 июня состоится у нас праздник, у нас будет День бабочки в нашем музее, поэтому мы приглашаем вас, всех желающих, провести с нами выходные, воскресный день. И раз этому, собственно говоря, дню бабочки, посвящён наш сегодняшний эфир, и говорить мы будем сегодня о бабочках. И более того, мы принесли небольшую коллекцию бабочек, совсем малюсенькую коробку, о некоторых бабочках мы поговорим, и об этом немножечко нам расскажет Сергей Феликсович. Бабочки будем показывать, оператор у нас сегодня Марина Дмитриевна Коровкина, и ждём ваши вопросы про бабочек, причём не про тропические бабочки, а наши российские, те, которые европейский вид. Да, наверное, сегодня, может быть, имеет смысл сосредоточиться на наших бабочках, благо они летают, или сейчас вот можно их наблюдать, и летают они уже достаточно давно, потому что некоторые бабочки так и зимовали, взрослыми бабочками пережили зиму. И весной, как стоял снег, стало солнце чуть-чуть припекать, и уже появились. Например, сзади нас находится жёлтенькая бабочка, которая называют её не совсем точно лимонницей. Вот вторая, да, вот которая справа, вот там небольшая, здоровая, а вот... Называется это бабочка-крушиница, правильно, жёлтенькая бабочка, такая яркая лимонного цвета, за лимонную окраску её назвали лимонницей, но гусеницы развиваются, понятное дело, не на лимонах, они у нас не растут, а на крушине есть такой кустарник, и вот на нём развиваются гусеницы, а бабочки зимуют во взрослом состоянии. Или вот, например, вот в этой коллекции у нас тоже весенние бабочки. Как вам показать? Вот эту? Да, вот эта вот. Большая бабочка, похожая очень на крапивницу, очень близкий родственник крапивницы, но правильнее называется бабочка нимфалис, русское название как-то не очень закрепилось. Тоже, в общем, переживает зиму взрослая бабочка, и весной вот сейчас первые бабочки, которых в этом году я увидел, это были крушиницы и нимфалисы. А можно мне задать вопрос? Ведь у крушиницы, я так понимаю, вот этот ярко-жёлтый цвет, это самцы, да? У них есть половой деморфизм. Да, точно, половой деморфизм, потому что самец отличается у них от самки достаточно заметно. У самец яркий, лимонный, а самочка бывает либо белая, либо такая бледно-зеленоватая. А у нас два вопроса. Расскажите, пожалуйста, о самых редких видах бабочек на территории России. Ну, тут очень сложно сказать, какой вид самый редкий. В Красной книге России достаточно много видов чешуи и крылых, так по-научному называются бабочки, потому что их крылья покрыты так называемыми чешуйками, как черепичные крыши под микроскопом. Это выглядит, к слову сказать, если вы придёте в воскресенье в наш музей, то сможете посмотреть крыло бабочки под микроскопом. Но самые редкие бабочки какие? Тут разные виды на самом деле. У нас вот Красную книгу России занесён Аполлон. Это из того, что здесь представлено. Это в обреснем ряду крайний слева. Крайний слева. Крайний слева. А сосед у него второй. А сосед у него Махаон. Но это Красная книга города Москвы. В Московской области он охраняемым не считается. Может быть, в каких-то ещё регионах, так на память сказать сложно, где его ещё могут охранять. Хотя, в общем-то, оба вида относятся к такому замечательному семейству парусники. Отличаются таким парящим полётом. Интересно, что бабочка, которую человек разводил, у которой вывел множество пород, тоже в диком виде редко и тоже занесена в Красную книгу Российской Федерации. Это дикий тутовый шелкопряд. Домашняя форма тутового шелкопряда у нас тоже представлена в экспозиции. Вот виден кокон тутового шелкопряда. Тот самый кокон, который разматывают ради получения шёлка. Издревле разматывали. Рядышком под буквой Б шёлковая нить. Под номером 2 куколка. И внизу под номером 5 на листьях тутового дерева сидит гусеница. Бабочка ещё ниже, к сожалению, не целая, белая. Это тутовый шелкопряд домашний. Но он имеет дикого предка, который сохранился в лесах Дальнего Востока. Но встречается очень редко. Гусеницы развиваются у него не на тутовом дереве, которое там не растёт, а на клёне зеленокором. Такой вот вид клёна на Дальнем Востоке встречается. И, к сожалению, этого дерева не так много там. И, соответственно, и гусеницам не хватает кормовой базы. Поэтому и «Детий тут вышелкопряд» у нас редкий, занесён в Красную книгу России. И тоже, в общем-то, один из таких наиболее редких и охраняемых видов. Так, другой вопрос у нас. Ну, во-первых, говоришь, что очень интересно. Говоришь, что все наши бабочки очень красивые. А спрашивают, сколько видов бабочек в нашей коллекции, а именно голубяных? Вот это ваш вопрос. Скорее должен был адресован быть Андрею Сергеевичу Властику, главному хранителю нашего музея. Но, к сожалению, он сейчас не может присутствовать на нашем эфире. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы переадресуем и, возможно, в соцсети запустим. По крайней мере, у нас есть, наверное, даже не одна коробка вот такая, как здесь, голубянок. Именно голубянок. Голубянок много разных видов. Есть экзотические виды голубянок, есть наши. Ну, вот в такой коробке сколько помещается? Достаточно много. Ну, достаточно много, да. У меня такой вопрос, правда ли? Вот, например, я в детстве считала, что бабочки питаются не только пыльцой, нектаром, но еще и благодаря пыльце они восстанавливают чешуйки на крыльях. Правда ли, что бабочку нельзя брать в руки, потому что эту пыльцу, как говорят люди, да, сотрешь и не плетишь. Ну, наверное, тут издержки русского языка, что пыльца это... Что такое пыльца? Это, по сути, маленькая такая пыль. Небольшая пыль. Ну, на небольшую пыль, похоже, пыльца растений. И чешуйки, если их снять с крыльев, бабочки тоже будут выглядеть как пыль, но на самом деле между ними ничего общего нет. Кстати, бабочки питаются не пыльцой, бабочки питаются нектаром. Они пьют нектар с помощью водка. У них сосущий ротовой аппарат. Это, по сути, такая трубочка, которую они раскручивают, вставляют в цветок, в нектарник и пьют нектар. Некоторые бабочки это делают сидя на цветках. Некоторые, как, например, такие ночные бабочки-бражники, зависают, часто маша крыльями около цветка. За это их путают с калибри? Но на крылья бабочки непосредственного влияния выпитый нектар не оказывает. И пыльца, который тоже может пристать к ним и пристает, на это, собственно говоря, цветы и рассчитывают, можно сказать, что бабочки, они переносят пыльцу цветка на цветок. Пыльца пристает к лапкам бабочек, к брюшкам, они достаточно мохнатые. Иногда и крыльям, но ни в коем случае это не та же самая пыльца, которая на крыльях. Даже если посмотреть под микроскопом, пыльца у растений это шарики, это вытянутые овалы, могут иметь какие-то выросты. Ну, достаточно объемные тельца. А вот пыльца, так точнее, правильнее сказать, чешуйки на крыльях бабочек, это именно чешуйки. Они плоские, они покрывают крыло бабочки, как черепица. В общем-то, наверное, здесь действительно уместнее сослаться на предстоящее наше мероприятие, на День бабочек, где вы можете прийти и посмотреть на крыло бабочки. И это действительно уместнее назвать чешуйками, нежели пыльцой. Так можно ли их брать или нельзя? А, брать в руки нежелательно. Бабочка на самом деле может жить с ободранной пыльцой, она от этого не погибает. Чешуйками, да? Чешуйками, да. Да, вот научился пыльцой говорить. Да, с чешуйками, конечно. Если содрать чешуйки с крыльев бабочки, она все равно будет летать. Правда, несколько хуже, но будет не такая красивая. Бывает иногда так, что бабочки попадают под дождь, потом высыхают и летают такие полупрозрачные. У каких-то чешуйки держатся достаточно крепко, у каких-то слабенько, да, и легче сдираются. Так, вопрос. Но это не к тому, чтобы хватать бабочек и обдирать их. Да, давайте оставим бабочкам бабочек. Здесь есть вопрос, но я влезу первая. Так как бабочки питаются нектаром, конфликтуют ли они с другими на сихомни, которые нектаром питаются? Ну, обычно на цветке места хватает всем, поэтому таких явных конфликтов не происходит. Сидит какая-нибудь муха, рядышком бабочка присоседилась, ну и кормится, а там еще, может, и жук-усач пыльцу кушает, и бронзовки, которые тоже едят пыльцу, а не нектар. То есть цветок одним дает нектар, а другим пыльцу, и пролетают. А так снижается конкуренция. Где-то по очереди. Почему снижается популяция? Конкуренция. А, конкуренция, да, снижается конкуренция. На самом деле они и пьют разными способами. Одно дело, шмель, у которого хоботок длинный и крепкий. У бабочки хоботок еще длиннее, но тоненький. И они из разных цветков пьют нектар. Шмель предпочитает клевер, а бабочки обычно любят разные бабочки по-разному. Но если взять, например, нимфолит, у нас вот здесь представлена коллекция таких дневных бабочек, нимфолит. Ну, например, они с большим удовольствием на зонтичные садятся, на сложноцветные. Так, отлично. Существуют ли хищные бабочки? Хищные. Да, я знаю, но это не наши бабочки, есть действительно бабочка, которая моль-вампир. Действительно, у нее есть такой остренный хоботок длинный, который она может в палец. Обычно она не на людей охотится, а она впивается где-нибудь в районе холки, лошади, в общем, копытном. В основном теплокровном и немножечко может подсосать крови. Такие есть. Да, но это скорее исключение из правила. Да, это скорее, да. А вот, что касается использования хоботка не только для цветков, это сплошь до рядом. Потому что бабочки, те же самые бабочки, которые с большим удовольствием пьют нектар, они могут пить воду из грязной лужи, они могут прилетать на навозные кучи, садиться на коровьи лепешки, есть навоз. Многие бабочки, особенно вот, например, такие ночные бабочки-совки, склонны к алкоголизму, прилетают на пиво или на то, что бродят, на забродившие соки. Пьянство-бой, в общем. Здравствуйте, а как устроено зрение у бабочек и иные органы чувств? Зрение у бабочек, как и у всех насекомых, осуществляется за счет больших глаз. Глаза у бабочек сложные. Так называемые фасеточные глаза состоят из множества простых глазков. Ну, считается, что вот если посмотреть, например, в какую-то призмочку, в множественную призмочку, где будет много одинаковых изображений, то как бы мы посмотрели в глаз бабочки? Ну, конечно, бабочки вряд ли так видят. Вот эти многие простые глазки дают вместе цельные изображения у бабочки. Сложно сказать вообще, как бабочки видят такими глазами, как видят, вообще как другое существо видит. Но и у бабочек, и у других насекомых глаза сложные. Это зрение. А вот у них есть простые глазки, например, у пчел, у них помимо фасеточных глаз или там у стрекоз есть еще простые глаза, где-нибудь между ними сидят на голове. Поскольку это им не свойственно. Не свойственно, это просто был вопрос, да. Так, а вот с усиками, вот тут я так вижу, тут булавовидные уши. А тут вообще все дневных бабочек называют булавоусами, чешуи и крылами. А, булавоусы, да. Булавоусы. Но нет, если у них усы булавовидные, усики называют булавовидные, да. Вот эта группа бабочек булавоусы, это дневные бабочки. Здесь у нас семейство нимфолиды в коробке. Мы уже говорили про крушинницу, она же лимоница, она относится к семейству белянок. Это тоже булавоусы и бабочка. А вот ночные бабочки. А махаон, аполлон, это парусники, они тоже булавоусы. А вот ночные бабочки у них. А вот усовки. Усовки. Ой, не усовки. Ой, это кто у нас там? Павлиноглазка. Вот там бражник, мёртвая голова или павлиноглазка, это ночные бабочки. Давайте посмотрим на бражника, мёртвую голову. Мне кажется, у неё как раз вполне мохнатые усики. Да, мохнатые усики, которые могут быть перистые, могут быть гребенчатые, то есть более сложной формы. Пушистые при пушистые. Пушистые. Причём интересно то, что у некоторых бабочек, особенно это характерно для павлиноглазок, у них половой деморфизм существует. То есть у самцов усы более пушистые, чем у самок. Потому что на самке серьёзная обязанность лежит, на бабочке, на самке бабочки. Большое важное дело, требующее энергии, требующее сил, отложить яйца. Поэтому тратить эти силы на поиск самцов, на том, чтобы куда-то там летать, как-то нерационально для самки. Самка сидит, далеко не улетая, и выделяет пахучие вещества феромоны. Которые издалека чувствуют самцы и прилетают иногда за несколько километров. Они чувствуют этот запах. Разумеется, чтобы улавливать этот запах, органы обоняния должны быть развиты гораздо лучше, чем у самки, которая просто сидит и пахнет. Поэтому так и получается, что самцы более мохнато-усы, сложно-усы, и так можно назвать, более усатые по сравнению с самками. Ну, получается, она ими усиками нюхает. Да, усиками они нюхают. Усики – это органы обоняния. А на это существует и хоботок, и лапки. Именно лапки, не ноги. Лапка у насекомых – это вот конечная часть ноги. Так вот, лапки – это тоже органы сезания. Хоботок – органы сезания. Щупики есть еще. Это тоже органы сезания. В общем, одно сплошное органы сезания. Так, следующий вопрос. Родственные ли мотыльки и бабочки? Ну, это как-то так и то, и то, и другое, строго говоря, не совсем научное название. За бабочками как-то закрепилось все чешуи и крылые. Ну, а мотыльками кого называют? Чаще всего называют не таких вот красивых, больших, ярких, дневных бабочек, как булаваусы, о которых мы только что говорили. А обычно называют небольших ночных бабочек, куда и моли относятся. Моль тоже бабочка? Да, моль тоже бабочка. Моль кто не знал, моль тоже бабочка. Это бабочка, которую все встречают аплодисментами. Да, именно так. Вот это те, кого обычно принято называть мотыльками, но это в нашей вот речи. А так вот какой-то конкретной систематической группой за понятием мотыльки не стоит. Вот за бабочками можно считать, что стоит целый отряд чешуи и крылых, куда и моли относятся, и ночные бабочки всевозможные, и дневные булаваусы. Следующий вопрос. Кто наиболее опасен для бабочек? Я знаю, это человек. Да, наверное, это очень справедливо, что именно человек наиболее опасен для бабочек, как и для всех остальных животных. Причем зачастую человек не то чтобы сознательно вредит бабочкам. Вот, например, бабочка махаон, у которой гусеницы развиваются на зонтичных. Вот вторая бабочка слева и сверху, такая желтенькая, с остренькими крылышками. В зонтичных много, но вот бабочки как-то вот откладывают яйца на небольших участках. Почему вот в Москве, например, махаон редок. И гусеницы в те развиваются друг о дружке недалеко, в одном месте. И решили выкосить траву. Или чего доброго сжечь. Или просто бросил кто-то окурок, и все загорелось. И вот погибли таким образом. Или вот, например, Аполлон. Другая красивая бабочка рядом, это поросник. Развиваются гусеницы на очитке. Очиток это засухоустойчивое растение. Суккулент, который накапливает влагу в листьях. Обычно в тропиках таких много растений, но и у нас есть. И вот на очитке, на таком суккуленте с сочными листочками из семейства Толстянковых, развиваются гусеницы Аполлона. А нарушил человек где-то гидрорежим, проложил дорогу, стало подтапливать. Очиток исчез, соответственно, и гусеницам Аполлона нечего кушать. Вот такая вот бывает косвенная связь. Кроме того, с некоторыми бабочками люди сознательно борются. И может быть правильно. Вот сейчас, например, вот в эти дни, в нескольких районах Подмосковья была объявлена тревога, было объявлено предупреждение, чтобы люди в лес не ходили. И в лесу ничего не собирали, не кушали. Потому что была борьба с такой страшной бабочкой, непарным шелкопрядом. Это страшный вредитель, который дает вспышки численности. И вот в нескольких районах Восточного Подмосковья, в Шатурском, в Егоревском, где-то там еще в этом районе, сейчас не помню, обнаружили лесники, что много появилось гусениц. И вот пока вот они не окуклились, не вывелись бабочки, то с ними сейчас ведется такая вот активная борьба. То есть есть тут шелкопряд, а есть еще непарный шелкопряд. Шелкопрядов вообще очень много. Поэтому здесь вот с такими бабочками, конечно, ведется борьба. Ну и самшитовую огневку. Да, если вспомнить самшитовую огневку, которую вот так вот случайно завезли, и она съела на Кавказе практически весь самшит. И так нечасто встречается вот это, когда дерево, когда кустарник. То есть есть ситуации, когда бабочек уничтожают, но есть ситуации, когда и бабочки уничтожают окружающую среду, и это тоже небезопасно. А так в природе врагов у бабочек много. Птицы криют бабочек с большим удовольствием. Насекомые где-нибудь там чуть южнее. Богомолы хватают их своими передними ногами страшными. Так что пауки ловят бабочек. Муха-цукотуха. Да, вспомним муху-цукотуху. Бабочка тоже могла стать жертвой паука. Так, попалась. Бабочки живут парной, не образуя каких-либо коллективов или колоний. Вот здесь на самом деле подназначено про всех бабочек сказать очень сложно. Потому что, конечно, бабочки не есть такие общественные насекомые, как, например, муравьи или термиты или пчелы с осами, общественными осами, где вообще не совсем четко можно сказать, что считать, считать ли отдельную особь самостоятельным полноценным организмом. Если там рабочая, например, особь, которая только занимается строительством и ухаживанием за потомством, не способна к размножению, она как бы не самостоятельна. И здесь вот важна именно вот сама колония. Ничего подобного у бабочек нет. Но многие бабочки любят большие компании. Например, большие скопления бабочек-боярышниц. Мы увидим очень скоро, обычно где-то вот в середине июня, уже начиная с вот этих праздников Дня Независимости, начинают летать множество белых бабочек. Абсолютно белые крылья с черными жилками. Кстати, полупрозрачные чешуйки у них не очень хорошо держатся и не очень густо расположены, поэтому прошел дождик, промокли, после этого они такие вот полупрозрачные летают. Называются они, еще раз повторю, боярышницы, да, вот такие, множество таких облосевших бабочек можно увидеть на дороге просто в массе, как они вот на лужах сидят. Вот они держатся большими компаниями. С таями иногда перелетают репеницы, это перелетные бабочки, редкое такое явление, но некоторые бабочки перемещаются на довольно большие расстояния и размножаются в одном месте, зимуют значительно южнее. Ну вот знаменитый бабочка-монарх из Северной Америки. Да, да, в Северной Америке это бабочка-монарх. Менее экзотический вид, хотя тоже в Подмосковье мы его не увидим, это бражник-мертвая голова, он тоже на большие расстояния перемещается вот здесь. А он еще и вот здесь у нас. Вот тут он поближе. Да, и тут у нас он тоже есть. Вот в нижнем ряду, право, второй. Справо. И такая бабочка из семейства Нимфолит, то есть это дневные бабочки, это булаваусые бабочки, это репеница. Вот ее можно встретить, например, зимой где-то в Израиле, а долететь она весной может до юга Украины или юга России. Существуют ли ядовитые бабочки? Да, существуют ядовитые бабочки, но не так, чтобы вот они там, не в том смысле ядовитые бабочки, как ядовитые пчелы или осы, которые жалят, или как ядовитые змеи. Бабочки многие просто предупреждают о своей ядовитости яркой окраской и выделяют некоторые бабочки едкие вещества, чтобы их не клевали птицы. То есть они ядовиты при употреблении в пищу. Мне кажется, это еще отдельная стадия вот этих мохнатых гусениц. А вот насчет гусениц тут как раз это бывает гораздо чаще. Например, есть такая гусеница-медведица. Вот сзади нас есть бабочка-медведица. На коричневой такой плашке под землю с желтой травой сидят парочка бабочек-медведиц. Это медведицы-гебы. Вот у них мохнатые гусеницы, пушистые, покрытые волосками. Напоминают действительно медведицы. Бабочки не очень похожи на медведицы. Назвали их так за гусениц. Они коричневые, да? Коричневые или черно-коричневые, или ржевато-коричневые. Такие вот. Очень симпатично выглядят. Но волоски у них ядовитые. Трогать пальцами можно. Но если такое склюет какая-либо птица, не всякая птица. Некоторые клюют кукушки, например. А некоторые стараются не клевать. Потому что у них будет болезненная аллергическая реакция на эти волоски. И есть бабочки, которые представляют прямую опасность для человека. Точнее, не бабочки, а гусеницы опять-таки. Это походный шелкопряд. Обитает он и на юге нашей страны, и в Средиземноморье. Гусеницы тоже мохнатые. Напоминают немножечко гусениц-медведиц. Но не такие пушистые. Не такие густые у них волоски. Яркие такие оранжеватые гусеницы. У которых волоски вызывают страшную аллергическую реакцию. Могут, если взять руками, то они на коже вызывают раздражение, высыпание. Если упадет где-нибудь перед носом, эти волоски можно вдохнуть. И, в общем-то, реальные были случаи. Вот, например, не из нашей страны. Но вот у меня одна приятельница в Израиле пошла с детьми в поход. И одну девочку увезли. Пришлось по скорой возить. Из-за того, что у нее была страшная аллергическая реакция на волоски этого самого походного шелкопляда. А, кстати говоря, определить его можно тем, что они образуют как паровозик. Да, кстати, про колониальность вы говорили. Про компанию, про общественных бабочек. Вот это тоже яркий пример, что гусеницы мигрируют, мигрируют по земле, двигаясь друг за дружкой такими вот вереницами. Да, прям видно, что они упираются друг другу в попу. Да, друг за другом идут. И вот их поэтому и называют походный шелкопряд. Так что вот тоже такой пример общественности у бабочек. Вот если вы увидите такую вереницу гусениц руками, их не надо трогать. Скорее всего, это походный шелкопряд. И близко даже не наклоняться, потому что подует ветер, сорвет парочка волосков, попадет в нос, и неизвестно, насколько ваш организм устойчив. Ну да, надышитесь гусеницами, будет неплохо. Да, вот это, пожалуй, такой вот яркий пример бабочек, который встречается и в нашей стране. А мы продолжаем. И перед тем, как мы опять вернемся в вопрос, я напоминаю, что сегодня мы разговариваем со старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела Сергеем Фельксовичем Хребаром, тема «Наши бабочки». Потому что в это воскресенье в музее будет день бабочки. Так, а у нас вопрос. Помогает ли наблюдение бабочек от обычных любителей природы и коллекционеров? Что значит наблюдение бабочек? Да, ну скорее, как вот обычный, вот, например, я не биолог, но я очень, я липидоптеролог-любитель. Мне нравятся бабочки, я их, например, фотографирую, я их где-то заношу и, например, отправляю, могу ли я своими данными любительскими как-то, ну, с кем-то поделиться с настоящими учеными. Ну, конечно, да, бабочки, все-таки многие бабочки, особенно если говорить про дневных, достаточно узнаваемые. В целом, насекомые – это такая группа животных, где зачастую даже не специалисты, не могут отличить один вид от другого. У бабочек тоже есть такие вот группы, например, очень сложно определять и различать совок, очень много трудностей вызывает определение мелких молей. Но многие бабочки вот дневные, хорошо заметны, хорошо узнаваемые, и сообщения о том, что вот где-то их встретили, где раньше их не было, они могут иметь реальную научную ценность. Я вспоминаю свое детство, юность юнацкую, как вот мы были в экспедиции в Печоро-Илычском заповеднике и тоже находили там виды бабочек, которые раньше до нас не находили. Мы вот, будучи еще юнатами, энтомологами-любителями, без законченного образования, тем не менее, какой-нибудь маленький все-таки вклад, но в копилку знаний о природе этого места нам удалось внести, найдя вот вид бабочки, который раньше там не встречался. Это была бархатница, довольно узнаваемый вид, это тоже дневная бабочка. Но я могу даже сказать, что если раньше как-то научное сообщество как-то, наверное, порой где-то через губу смотрело на такие вот любительские вклады в науку, то сейчас я могу сказать, как вот орнитолог, многие научные работы даже основываются на таких порталах, как, например, iNaturalist, eBird и так далее. Да, встречи все-таки люди становятся грамотнее, узнают птиц и узнают бабочек. Ну и даже если они не узнают, они, если ты вот свою фотографию занес вот в этот вот на ресурс, например, бабочки, лягусицы, вот я так делаю, кстати говоря, на и натурале заношу, я, во-первых, я узнаю, как то мне, что это возможно, да, как вариант, что мне предлагает программа, искусственный интеллект, но я помню, что искусственный интеллекту доверяй, но проверяй, поэтому я, например, съездила, сфотографировала гусениц и проконсультируюсь у Сергея Фельксовича, и у нас есть еще специалист по бабочкам, Наталья Минкина, работает в фондах, и таким образом делаешь свой маленький вклад в общую науку. Да, по крайней мере, вот вид отмечен там, где он раньше не встречался. Ну или даже встречался, можно определить, например, обилие, или встречу, впервые встречи, на какие бабочки впервые там оказались, ну я имею в виду по времени, например, раньше они отмечались в июне, да, фенологические наблюдения, да, поэтому вот это действительно очень удобные такие вот фоновые виды, за которыми удобно вести фенологические наблюдения, наблюдения об изменениях в живой природе. И во многих, например, заповедниках, даже где нет в штате энтомолога специалиста по насекомым, другие специалисты такие наблюдения ведут и потихонечку год от года копятся сведения о том, что происходит с жизненными циклами тех или иных видов насекомых, включая бабочки, бабочки, наверное, даже особенно. А дальше можно проследить там, почему в этом году, например, мало отмечалось там, я не знаю, какого-нибудь там репейницы, можно уже смотреть причины какие и так далее. Да, по крайней мере, это вопрос, на котором дальше уже можно работать. Работают специалисты, да. Или вспоминается такой писатель Юрий Сергеевич Рокчеев, который писал великолепные книги про бабочек, будучи самым любителем, не биологом по образованию, но он любил их фотографировать, описывал свои вот путешествия, и вот в его книгах периодически встречаются такие эпизоды, когда он сотрудничает с учеными, делится своими данными, ученые к его наблюдениям относились достаточно серьезно. Да, но надо вспомнить, что, между прочим, у Дарвина первая научная работа была по червям дождевым. Это я просто к тому, что потом, видите, вырос труд, который все изучают школьники. Следующий вопрос. Бабочки не строят каких-нибудь гнёд или чего-то подобного? Где они живут, прячутся? Хороший очень вопрос, на самом деле, потому что одно дело прятаться, а другое дело прятать. Например, кладки яиц для потомства. И третье – прятаться, чтобы пережить зиму. Вот я помню, как-то мы в сарае встречали бабочек разных видов, которые сидели рядышком, рядочком так, чтобы пережить зиму. То есть бабочки очень часто используют постройки человека в качестве укрытия. Есть бабочки, которые заботятся о своем потомстве, окружают кладку яиц паутиной. Бывают бабочки, у которых гусеницы на зиму делают себе паутиные домики. Вот я как раз говорил про боярышницу, которая в скором времени начнет летать, если сейчас еще не летает. Но я вообще-то не видел. В понедельник много как раз было в лесах и на полянах, где летают боярышницы. Но вот не встречал. Но скоро они должны полететь. Так вот, они сейчас будут выходить из куколок. А зимуют они гусеницами. И гусеницы на зимовку делают самые настоящие постройки из выделяемой ими паутины. Используя еще и какие-то травинки, листочки. Так что вот, да. Кстати говоря, получается, что если я, например, на даче, все на чердаке, нашла поздней-поздней осенью или зимой, как мне кажется, дохлых бабочек, может быть, они не очень дохлые, и стоит дождаться весны, уже тогда провести уборку. Да, очень часто бывает так, что среди зимы можно приехать на дачу, начать топить, и от тепла бабочки проснутся, начнут летать. Те бабочки, которые залетели с осени на зимовку. Потом, когда вы уедете, они опять похолодают, снова похолодает, остынет дом. Они опять заснут, а весной проснутся. Такое, в общем, бывает. Поэтому бабочку лучше не выкидывать до следующего года. Да, могут ожить. Если, конечно, было минус, и она лежит. Но если уже прогрелась, она не проснулась, то, скорее всего, уже и не проснется. Так, следующий вопрос. Болеют ли бабочки, если да, то чем? Ну, это вопрос уже сложный. Это, наверное, к тем, которые разводят бабочек. Наверняка, как и все живое, все живое обладает таким свойством, как те или иные болезни. Конечно, есть инфекции, есть паразиты. Да, есть инфекции, паразиты бабочек. Кстати, некоторых паразитов и человек используют. Например, есть такие насекомые из отряда перепончатых крылых, наездники, которые откладывают яйца в других насекомых, в том числе и в гусениц бабочек. И вот для бабочки это болезнь, а для человека это избавление от вредителей. Ну, а для личинки наездника, который выйдет из яйца, это бабочка, то есть гусеница, простите, будет едой. Бывает, что болеют от каких-то неблагоприятных климатических условий. Скажем, сыра слишком или наоборот слишком сухо. Бабочки, например, летом хотят пить и прилетают пить из луж. Такое вот тоже удается часто наблюдать. Так что, конечно, болеют, как все живое бабочки. Просто другое дело, что эти болезни, к сожалению, еще очень мало изучены. Почему бабочки садятся на человека? Ну, наверное, потому же, почему они садятся и на все остальное. Но человек... Да, передохнуть. Бывает, иногда человек чем-то привлекает. Вот, например, поверхность тела человека может быть чуть более теплой, а бабочке хочется тепло. Бывает, она ровненькая, удобно зацепиться за одежду, на ткань, например. Как-то я помню, что я шел и промочил ноги, и у меня кроссовки были мокрые. А вообще-то погода была сухая и жаркая. И бабочки... Вот она, кстати, у нас тут есть в коллекции. Такая бабочка, переливница тополевая, немножечко, правда, ободранная. Там она была покрасивей. Она села прямо ко мне... А, нет, простите, вот. Да, вот. Она села прямо на кроссовок, на мокрый. Наверное, так хоботком прощупывала. Хотела попить. Дорога была сухая. Да, ну, надо сказать, что, я думаю, еще, может быть, соли не хватает. Как на многих животных садятся. Да, бывает иногда, когда человек покеет. Вот, например, на котные лошадей, на каких-нибудь скот, там, коз, коров садятся, бабочки, на антилоп каких-нибудь, наверное, где-то такие тропы. Да, ну, где-нибудь там вафрики на антилопы, или у нас, например, если взять сайгака, у нас тоже в нашей стране есть антилопа. Ну, а если говорить про коров, про лошадей, про кос, это действительно удобное такое место для бабочки, чтобы восполнить недостаток солей. Так что, да, это плод тоже привлекает бабочек. Бабочки не дают людям покоя. Прекрасно. Это очень интересная тема. Какое максимальное время жизни бабочек? Хороший вопрос, но на него однозначно очень сложно ответить, потому что некоторые бабочки полетают месяц, отложат яйца и погибнут, а то и меньше. А некоторые бабочки, у них взрослая жизнь, занимает большую часть жизненного цикла. Вообще, обычно жизненный цикл бабочки – это где-то год. Ну, если мы возьмем, скажем… Именно самого, самой взрослой. Или мы берем от яйца до следующего яйца. От яйца до следующего яйца. А что касается взрослой бабочки, тут по-разному. Если, например, взять… Махаона, у которого зимует куколка, у него летом, весной вывелась бабочка, полетала где-то, ну, до конца лета она уже, взрослая бабочка, погибнет. Выведутся из яиц гусеницы, гусеницы окуплятся на зиму, и куколкой, или такой треснувшей куколкой, из которой выходит бабочка, они проведут зиму. А вот… Ну, все равно получится год. А вот если взять крушиницу, тут вообще очень интересно. Как я уже говорил, они появляются весной одни из первых. Вот эти желтые бабочки, в народе называемые лимонницами. В апреле. И вот летает она апрель, летает май, откладывает яйца, и где-то еще летает июнь, и погибает. Выйдет в июле гусеница, довольно быстро гусеница вырастет, уже в конце июля начнет летать следующее поколение крушиницы, летать будет весь остаток июля, август, сентябрь, если теплый, на зиму уйдет, и весной выйдет, будет весну летать, и где-то в начале лета она погибнет. То есть, получается, большая часть – это вот жизнь бабочки. Так что вот у кого как. Вот у зимующих бабочек тоже достаточно долго, много времени приходится на жизнь взрослой бабочки, если мы говорим про репенницу, которая совершает свои дальние путешествия. Каких размеров были самые древние бабочки? Ну, что касается древних бабочек, то тут сложно сказать какие-то вопросы, наверное, больше к палеонтологам, но не сильно больше, чем современные бабочки. Вот стрекозы, да. Она такая достаточно молодая. Да, и бабочки, в общем-то, это достаточно высокоразвитая группа насекомых. Это не тараканы. И не стрекозы, да, наверное. Это не стрекозы, поэтому здесь вот так вот, не думаю, что большая разница. Ну, а самые крупные бабочки, если говорить про... Вот она, Павлина глазка, Атлас. Да, вот она у нас... Это тропическая одна из самых крупных? Да, это, наверное, вообще самая крупная бабочка или одна. Но вообще сложно сказать, какая самая крупная, потому что внутри вида есть некоторые разбросы и могут быть близкие виды, которые... Ну да, кто-то гигант, кто-то мелкий. Побольше, да, из них крупные. А из наших, наверное... А из наших здесь нет, к сожалению. Если говорить про дневных бабочек, нет, морфа она не наша, а вот наша, в смысле российская, но не средней полосы, а на Дальнем Востоке, вот, это Махаун Мака. А, да, да, да. Он, наверное, будет занимать всю мою ладонь. С пальцами? С пальцами, с раскрытыми пальцами. В общем, большая такая вот бабочка, большая бабочка, такая с зеленовато-синевато-фиолетовым отливом, темные, почти черные крылья, которые переливаются вот с таким вот металлическим переливающимся блеском, очень красивые. Бабочка с хвостатыми задними крыльями, как вообще свойственно многим парусникам, например, Махаону тоже. Это вот Махаун Мака, дневная бабочка. А вот из ночных бабочек, наверное, по размеру у нас лидирует павлиноглазка грушевая. Мне в прошлом году довелось такую бабочку встретить на Кавказе. Ого! Вот она сидела на всю мою ладонь, тоже вот примерно, вот немногим может быть меньше, как я показывал Махаун Мака. И она очень красива, потому что она серенькая, с таким черным рисунком. И с большими глазами, глазчатый рисунок такой. И причем держишь в руке такую бабочку, и она даже увесистая. У многих ночных бабочек, у них такое крепкое, толстое дельце. И вот, что называется, мая швечь. А ночью бабочки спят? Если да, ранее вы сказали, что гнезд как таковых у них нет, только паутинный домик на зиму у гусениц. Где бабочки ночуют? Если говорить, да, дневные бабочки ночью-то, конечно, спят, но под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Под кустом, может быть, стол не обязательно, стол все-таки на цветке у бабочки. А вот дом, точнее, гостиница, палатка для ночевки, укрытие какое-то, может быть, действительно, под каждым кустом, под каким-нибудь выступом на дереве, под упавшим деревом, если взять дикую природу. Но рядом с человеком бывает, почему много бабочек, потому что сельской местности, потому что дачные постройки тоже дают много удобных укрытий для бабочек. Мне кажется, самое главное еще опасно, что летом еще и роса. Роса, да, роса, к сожалению. Но вот это то, из-за чего бывают бабочки ободранные, из-за чего бывает так, что чешуйки у них смываются. Тем не менее, ободранные бабочки летают. Я как-то встречал в апреле бабочку нимфалис, я уже вот показывал, вот которые весной появляются первые, у которой задние крылья были ободранные, наверное, на три четверти. От задних крыльев почти ничего не осталось. И передние были тоже ощипанные, и стертые, и с дырками. В общем, какой-то боевой экземпляр. Да, и тем не менее, этот боевой экземпляр летал. Неуклюже, но летал. Бедный зверек. Да, ну вот неудачно. Наверное, ты либо перезимовал где-то неудачно, либо переночевал где-то неудачно. Что-то там то ли залило, то ли примерзло, то ли что-то вот случилось, что так вот. Да, бывают такие вот катастрофы. Различают ли бабочки цвета? Да, бабочки различают цвета, как считается. Причем различают неплохо цвета. Но насколько они различают, вот очень многие дневные насекомые опылители отличают ультрафиолетовый цвет. Видят ультрафиолетовый цвет, который мы видеть не можем. На 100% не скажу про дневных бабочек, что вот все так делают. Ну, в общем-то, у них довольно широкая цветовая гамма. У них получается другое искажение цветов. Они иначе воспринимают окраску и цветков, и лепестков, и друг друга. Да, есть, например, мнение, что бабочки чисто красный цвет не распознают. Вот эту часть спектра у них сдвинута в сторону фиолетовой части спектра, и красные цветки остаются без них. Но это радикально красные, которые без фиолетовых оттенков. Хотя я наблюдал и обратное, что на красных цветках бабочки тоже садятся. Я даже не могу вспомнить, ярко-красные бабочки бывают? Ярко-красные, ну, сейчас приходит на ум первое, это голубянки. Голубянки – это семейство бабочек, у которых большинство голубые, но среди них встречаются ярко-красные виды, оранжево-красные виды. Например, голубянки-червонец. Несколько видов, которые по-русски называют червонцами, вот они действительно бывают с красными, оранжевыми крыльями. Так что да, достаточно яркие. То есть, если вы видели бабочку с красными крыльями, это голубянка. Да, да. Не верю глазам своим. Ну, на самом деле, такое уж название. Названия, они все довольно условные у бабочек. Не только, мне кажется, у бабочек. Да, не только у бабочек, да. Вопросы? В случае грозы, урагана, бабочки чувствуют заранее, успевают укрыться? Сложно сказать, но возможно, что приближение грозы они чувствуют, потому что действительно, когда совсем уже приближаются, куда-то исчезают. Ну и на самом деле, вот таких вот укрытий для бабочки. С одной стороны, бабочка нежная, бабочка уязвимая, поэтому действительно возникает вопрос, а как же она, где же она ночует, где она зимует, где она прячется от дождя. Но на самом деле бабочка еще и маленькая, и это спасает положение. Поэтому вот больше всего бабочек обычно не на бескрайнем каком-то поле на лугу, а на опушках, где рядышком есть лес, где есть какая-то граница, куда можно быстро уйти. Ну, и в экологии есть такое понятие опушечный эффект. Да, краевой эффект, опушечный эффект, эффект опушки, это вот больше всего насекомых по награнице сообществ. Ну, вообще, больше видов. И вслед за ними больше птиц. Как раз вот это подтвердит Ольга Александровна как орнитолог. Правда, подтверждаю. Бабочки общаются друг с другом химическим языком, феромонами-аттрактантами или звуковыми сигналами? Нет, в основном, конечно, это химический язык. Причем я знаю, что некоторые бабочки даже пахнут шоколадом. Вот их феромоны, запах шоколада. У меня плохо с обонянием, поэтому я им охотно в это верю. Вот как-то, да, большинство запахов мы не различаем, которые различают насекомые. Из-за чего могут появиться аберрации, непривычные и неслойственно красные крылья у бабочек? Ну, тут на эту тему много есть интересных версий, потому что, во-первых, есть индивидуальная изменчивость, которая связана с сезонами. Вот такая бабочка у нас здесь, вот целый ряд этих бабочек, многоцветницы изменчивые. Это вот эти серенькие, да? Вот эти вот черные, да. Буро-белые. Да, вот они все такие вот разные, и вот это все летние формы, а внизу рыженькая, это весенняя форма. Вот эта вот, самая крайняя нижняя, вот она. Я ее вот сюда, вот. Да, поэтому бывает вот такая вот сезонная изменчивость. Они два поколения взрослых дают в год. Кроме того, есть такое мнение, что при наличии определенных загрязняющих веществ, вызывающих мутации, больше встречается действительно разных аберраций. Например, бабочки с асимметричным рисунком на крыльях. Все-таки бабочки из существа асимметричные. Левое переднее крыло выглядит окрашено точно так же, как правое переднее крыло. Соответственно, левое заднее, как правое заднее. Но бывает некоторая асимметрия. Все равно идеальность асимметричного ничего не встречается в природе. И вот на крыльях бабочек можно тоже увидеть такую асимметрию в тех местах, где больше каких-то загрязняющих веществ. И одно время было такое достаточно модное направление в биоиндикации, оценки состояния окружающей среды по живым организмам, когда отлавливали определенным образом с каким-то сложным рисунком живых существ. Тут и бабочки служили, и на лягушках такие исследования проводились. И определяли линеечко, измеряли пятнышки, точно ли они пятнышки одного размера. И насколько вот подсчитывали, математически выражали определенный коэффициент доли вот этих асимметричных особей. И насколько они асимметричны. И вот оказывалось, что в некоторых местах, где было сильнее загрязнение атмосферы, там больше было вот таких вот отклонений. Но не забываем про классическую работу, промышленный меланизм. Промышленный меланизм, да, березовой пяденицы. Верно. Бабочка, которая окрашена, тут на самом деле очень много спекуляций на поводу этой работы. Да-да-да. Потому что бабочка березовая пяденица, она такая серая, такой общий фон, издалека кажется, что серый. На самом деле сочетание белого и черного в рисунке. У одних особей больше белого, у других больше черного. И вот замечено, что в городе, в Манчестере, по-моему, в Англии это было первый раз, обнаружили черных бабочек, черных березовых пядениц, которых черный фон преобладал. И это было как-то неестественно, непривычно. Потом их стало все больше и больше. И это связывали с тем, что вот копоть от промышленности, стволы закопченные, она садится на березы, и если березы были белые, то тут на черных березах она терялась. Но насколько нужно много выбросов, чтобы березы почернели. А вот другое объяснение было такое, что эти бабочки садятся на лишайники, которые серенькие. А лишайники очень чувствительные к атмосферному загрязнению. И при даже небольшом атмосферном загрязнении лишайники стали пропадать. И основной фон коры был черный, без вот этих светло-серых пятнышек. И поэтому садиться, чтобы быть незаметными, им было некуда. Ну и соответственно их съедали птиц. То есть те, которые, естественно, окраски их поедали птицам, а те, которые темные, они уже были не очень видны. Да, у них окраска стала более покровительственной. Хотя индустриальный меланизм, это вообще такое явление, которое далеко не всегда связано с покровительственной окраской. Например, в Москве много черных голубей. Которые в дикой природе сизые. Да, которые в дикой природе сизые. Да, еще они все-таки, да, ну да, высокие у них. Могут быть вообще отсутствуют и переливчатые, и белые отсутствуют. И голубовые, то есть серые отсутствуют. Такие прямо они темные-темные. Да, тоже непонятно почему. Есть ли в Москве место, где можно увидеть большое количество живых бабочек? Ну, любые луговые, природные сообщества, особенно лесные, поляны. Ну, в Москве, в лесопарках, если говорить про конкретные лесопарки, смотря какой район Москвы. У меня вот, например, ближе юго-восток-восток Москвы. Вот через Кузьминский лесопарк проходит ЛЭП, линия электропередач. Вот под ней много бабочек. Через Измайловский лесопарк тоже проходит линия электропередач. Через Лосиный остров. Вот. Там, где не косят, и есть разнотравья. Где есть разнотравья, да. Вот это, на самом деле, самое главное. Где есть разнотравья, и где лук не очень большой, есть еще рядышком какие-то лесочки. Тогда там и лесные виды, потому что лесных бабочек тоже довольно много, у которых гусеницы развиваются на деревьях. Вот, например, ленточник тополевый. Вот эта вот бабочка. Это вот крупная бабочка. Вот такая крупная, видите, бабочка. Развивается на тополях гусеницы, поэтому это более лесная бабочка. Или, например, боярышниц мы тут вспоминали. Тоже, в общем-то, на деревьях, на кустарниках развиваются гусеницы. Есть ли у бабочек феромон тревоги, предупреждающий собрать об опасности? Тоже к вопросу о коллективности. Честно говоря, не встречал такой вот информации. Сомневаюсь, что он есть. Хотя кто знает? Вопросов нет, но пишут, что очень интересно. Ты пожелательно рассказываете. Огромное вам спасибо. С вами очень уютный познаватель. Да, я поддерживаю. Я очень люблю Сергея Феликсовича проводить прямой эфир, потому что на человек уникальных энциклопедических знаний. Я прям очень радуюсь, когда у нас, как сегодня, вот такой прямой эфир. Я скажу, что природа на самом деле много таит загадок, и все знать невозможно. И наверняка, может быть, мы даже что-то говорили. Не совсем так, и специалисты по конкретным группам нас поправят. А специалист по бабочкам называется... Лепидоптеролог. Лепидоптера – это чешуи и крылые. Лепидо-чешуи, кептеро-крыло. Крыло, да. Вот мы как раз с вами сейчас говорили о бабочках, о чешуи и крылых, о лепидоптера. Да, и я напоминаю, что в это воскресенье у нас день бабочки в биологическом музее, смотрите на сайте программу. Приходите к нам в музей, если будет плохая погода, и приходите к нам в музей, если будет хорошая погода, мы вас будем рады видеть. Сегодня мы с вами были в прямом эфире поговорить с биологом, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Сергея Феликсовича Хребар, кандидат исторических наук. И ждите нас в следующий четверг. Мы тоже поговорим с Юлией Вадимовной Шубиной о нашей очень интересной выставке, как и обещали. Прошу сохранить издатель эфира. Сохранили. Да, смотрите нас ещё в записи.